Доброе утро! Начинаем мы в аэропорту, ждем посадку в рейс и летим в Сочи. Пройдем посадку в городе Сочи. Я хочу сказать, что мы вылетели из холодной Москвы и прилетели как будто бы в Турцию, потому что на улице в тени плюс 20. Мы идем гулять сейчас. Симпатично. Посмотрели и хватит. Вышли мы после обеда, прогулялись по Морт-Порту и идем в сторону вокзала, чтобы отправиться до вокзала Адлера и оттуда уже поехать в горы. Итак, 40 минут от моря и мы в горах. Хотела рассказать историю о том, как долго я мечтала попасть на Нью-Старк Кэмп. Это фестиваль, который проходит в горах на Роза Хутор с конца марта по начало апреля. Я о нем узнала году в 16-м. Примерно в то же время я начала кататься на сноуборде и, конечно, мечтала попасть на этот фестиваль, но все никак не получалось. То школа, то потом университет, период сессии всегда выпадал именно на последнюю неделю марта. И в этом году я почему-то была уверена, что фестиваль вообще отменят. Представьте мое удивление, когда водитель трансфера, на котором мы ехали от центра Олимпийской деревни до нашего отеля, спрашивает нас, почему мы без снаряжения, мы что, просто на фестиваль приехали? Я была в шоке, ничего не сказать. Вообще на Нью-Старк Кэмп очень выгодно ехать, когда реально берете тур пакетный вместе с перелетами, с проживаниями, с эскипасами и, собственно, в карты участников. На такие туры закончились, сейчас продаются исключительно проходные билеты. Сама того не знаю, я попала на Роза Хутор в то время, когда проходит фестиваль. Доброе утро, мы проснулись, идем искать место, где можно позавтракать. Мы решили сейчас отправиться в новый СПА-комплекс, так что пойдем туда, греться в баню, купаться в теплом бассейне. В общем, мы пришли в Саншайн-парк, тут открытый карсин и сам на горы. В общем, как вы можете понять, дом на мне сидится. И я совершенно случайно увидела то, что сегодня в Корнере проходит мастер-класс по приготовлению моти. А я очень люблю этот десерт. И как-то ни разу руки не доходили до того, чтобы его приготовить. Но вот чем-либо вот так, что сейчас идем попытать свою дачу. Будем надеяться, что места еще остались, потому что остается минута. До начала мастер-класса, благо идти нам две. Рецепт очень простой. Для теста нужно смешать рисовую муку, сахарную пудру и воду. А для крема сливочный сыр, сливки 33% и сахарную пудру. Тесто убрать на 5 минут в микроволновку, раскатать его и собрать десерт. Сегодня мы проснулись снова в зиме. В эти сырники и серфы я влюбилась еще в Нижнем. И была уверена, что когда приедем сюда в Сочи, то завтракать я тоже буду ими. Мы все-таки решили положить каталку на завтра, когда будет солнце, когда будет потеплее и когда туман 100% весь рассеется. Потому что, конечно, хочется кататься с красивыми видами, а в хорошую погоду они здесь нереальны. И на одном-другом курорте России такой красоты и такой инфраструктуры нет. Здесь даже если ты не катаешься, есть куда сходить, есть чем заняться. Именно поэтому мы выбираем в Сочи. Здесь вот эта дополнительная стоимость, она, конечно, покрывается комфортом. Комфортом и удобством, которые здесь ощущаешь. И я еще, конечно, слышала много претензий к сервису, которые есть на той стороне. Ширигеш, Дамбай. А это, кстати, отель, в котором мы жили в предыдущий раз. Нам очень понравилось месторасположение. Так что розыски ИНН тоже можем рекомендовать к проживанию. Говорил мне папа брать шапку. Но когда мы слушаем родителей, да? В общем, сегодня похолодало, как вы уже могли заметить. И чувствуется, что шапочка бы пригодилась. Время обеда. И мы решили пообедать сегодня на Красной Поляне, в нашей любимой бургерной. Так что выезжаем туда. Приятного нам аппетита. Что мы вообще в это место-то пошли? Мы здесь были два года назад. И оно нам запомнилось как просто место с лучшими бургерами. Ну, в общем, бургеров, которые мы тогда пробовали, их уже нет в меню. Было вкусно, но немножечко не то. Мы решили прогуляться по Красной Поляне. Мы пока приехали, решили здесь пройтись. За моей спиной, кстати, казино в Сочи. Это единственное место в России, где, во-первых, проезжают спорткары один за одним. Ну, во-вторых, все азартные игры разрешены. Кто не был никогда в Сочи, расскажу, как здесь вообще все устроено. Здесь есть несколько курортов. Красная Поляна и Роза Хутер. Мы живем на Розе Хутер. На нашем курорте есть несколько высот. Роза Долина на высоте 560 метров над уровнем моря. Именно та улица, которая очень напоминает Карловой Вары. На ней много отелей, всяких ресторанов, казино, сувенирные и просто какие-то другие магазины. Следующей высотой является 1100 метров. Это Олимпийская деревня, и мы там как раз-таки живем. На наш взгляд, это лучшее место, где можно остановиться. Самое удобное, потому что ты всегда будешь первым на горе. Потому что вышел и упал сразу в подъемник в зимний сезон. Спуск до Розы Долины до 560 метров и подъем обратно. Он бесплатный. Мы приехали в конце марта. Сейчас стоимость безлимитных подъемов 100 рублей. Ну и, собственно, следующие высоты. Это уже Олимпийский парк, который находится на 1600 метрах. И Розы Пик 2300. В чем преимущество долины? Здесь есть продуктовые магазины, которых как бы нет на высоте 1100. Там есть один, в котором все втридорого. Выгоднее закупаться здесь. Доброе утро. Сегодня для завтрака опять выбрали сорт. И, как можно понять по моей егидировке, после завтрака мы наконец-то идем кататься. Продолжение следует. Я на своей любимой трассе. Она называется Панорама. Здесь, конечно, самый топовый мир. Это южный склон. Субтитры сделал DimaTorzok Все. Наш первый и последний день каталки в этом сезоне подошел к концу. Очень устали. Дорога с горы. Где вы еще такую красоту, моей тети? Сегодня наш последний день на курорте. Вчера после каталки пришли, сходили в душ, легли отдыхать. И все, на что у нас хватило силы и энергии, это спуститься в долину, сходить в Макдональдс и вернуться обратно. Еще здесь вчера была гудела вечеринка до часа ночи у нас под окнами, поэтому спали мы закрытыми. Вот. Ну, мы сегодня проснулись, сегодня последний день, так что сейчас будем собирать вещи и пойдем на завтрак. А после завтрака, в принципе, уже будем по чуть-чуть выдвигаться в сторону аэропорта. Не хочется уезжать, конечно. Красота погода наладилась просто вот супер. Вот мы поймали эти два дня, когда были дожди, туман. Немножко огорчила эта ситуация, но все равно было красиво. Антуражно, по-другому. Ну все, мы ждем посадку на рейс. Летим обратно, летим домой.